Алинку увезли в реанимацию. Капали и капали эти капельницы. В результате у неё, видимо, не справились почки. Жидкость пошла вовнутрь, в лёгкие. Она задыхалась два дня. Но в выходные дежурный врач, конечно, на себя не берёт ответственности что-то менять, отменять. А сегодня, когда лечащая врач пришла, все забегали. Прибежали все врачи, какие только можно. Собрали Алинку, увезли в реанимацию. А я сиди теперь в этой палате, жди. Ещё вообще ужасно, что я вернулась с реанимацией. Ну, захожу, тут вот постель, всё, всё. Ой, не могу. И ведь мы обе понимали, что ничего хорошего из этого не будет из-за лежания в больнице. Ну, надо, пенсию продлевать надо. И надеемся же на чудо. Надежда умирает последней. Всё получается, как всегда. Ну, ладно, будем ждать хороших новостей. Как мне не хватает тут интернета. У Алинки есть в телефоне, но я не умею я. Да он у неё ещё какой-то тормозит. Ладно, пойду сейчас. Денег на телефон положу. В реанимации написали ещё целый список всего, чего нужно. Так вот, что поставлю. Что мне-то мешать? Писали целый список, чего им там надо. Вплоть до средств для полоскания рта. Пелёнки, бумага. Ну, это с полотенца, бумажные там. Ну, целый список вот такой. А я попросила у них, говорю, таблетки мне какие-нибудь успокаивающие, дайте. А ничего же не соображаю. Эти таблетки так и отдала вот там, с этим пакетом вместе туда, в реанимацию. Я вот пойду куплю чему-нибудь таблеточку успокаивающим, потому что у меня просто у меня всё трясёт. Вот так вот, мои хорошие. Ладно, пойду схожу на улицу. Не могу я прям тут в четырёх стенах в этой палатке сидеть. Заканчивается наша эпопея в этой больнице. Сегодня нас переводят в Черноморскую больницу. Я линку прямо из реанимации погрузим в машину и поедем домой. Вот так вот, плановая госпитализация, закончилась совсем не так, как ожидали. Нервы встрёпаны просто. Жду машину из Черноморска. Витя должен приехать за нами. И поедем мы в Черноморскую больницу. Ужас, конечно. Но как это нет транспорта, чтобы отвезти человека из реанимации? Что это? Я не знаю, как сейчас мы будем грузить её. Жду, 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 жду. А что, пробки кругом, когда он доедет. И что там ещё будет Черноморский, если там палата отдельная. Неужели они её в общую положат? Ой, мой водитель уже час едет по пробкам в Симферополе. Розочки-то какие стали. Подморозила их. Ай, вот не умею я ждать. Для меня это прям хуже нету. Уже Алинку-то двое суток не видела. По телефону только. Когда он уже доедет. Вот цветочки какие. Холодно. Прям холодно. Я не знаю, сколько градусов. Холодно. А я ещё в плащике своём. И в футболке. Так было тепло. Прям даже и не думала, что так похолодает. Наконец-то мы едем домой. Вот наш аэропорт. Погода, конечно, такая, что... О, наконец-то! Первый раз самолёт! Фотографируйте! Класс! Может, подождём, не будем проезжать? Такая колобаха, да? Да. Сколько я мечтала снять, как самолёт проезжает. А, чё ж не засняла? Сняла. Вы сняли? А у меня на камеру, на видео записано. А, у меня ж регистратор! А, у меня на камеру! Сняла, по-русски! Не засняла! У нас, сняла! у нас, Субтитры сделал DimaTorzok